Друзья мои, здравствуйте! Как вы там без меня целую неделю? Прошло целых 7 дней, и вот снова с вами я. Я вас хотел попросить, я видел, что подписываются не все. Кто-то заходит, смотрит, но не подписывается. Для меня это очень важно, без этого не будет двигаться канал наверх, 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 степ-бай-степ. Для того, чтобы он рос, развивался, для того, чтобы он наполнялся новыми видео, новым контентом, для того, чтобы вы все больше и больше познавали о путешествиях и об Америке. Я надеюсь, эта серия вам понравится, потому что она будет посвящена курсам английского языка за совсем небольшую плату, так сказать, бюджетный вариант, если вы хотите получить студенческую визу или обучиться английскому языку. Ну что же, поехали! Так, ну что же, друзья, начнем нашу тему. Для того, чтобы записаться на эти курсы, вы должны находиться на территории Соединенных Штатов. Это программа обучения английскому языку граждан, приехавших из других стран и адаптирующихся к реалям американской жизни. Она находится и располагается на территории колледжей и американских школ. По этой программе вы можете оплачивать 40 долларов. Послушайте, 40 долларов в семестр. Семестр это 3 месяца. И все эти 3 месяца вы можете обучаться в полном цикле. Это 4 дня обучения. Понедельник, вторник, среда и четверг. Вы можете выбрать несколько программ. Есть программа утренняя, есть программа дневная, есть программа вечерняя. В зависимости от того, работаете вы, учитесь, заняты вы, приехали вы на постоянку или находитесь здесь временно. Находясь на территории Соединенных Штатов, вы можете приехать в любое из этих заведений или позвонить по номеру телефона, располагающимся на сайте, который я приложу внизу к видео. Обязательно ссылочка будет внизу под этим видео. И вы можете зайти и почитать, какие есть курсы. Помимо курсов английского языка, есть очень много специализаций. Курсы парикмахера, курсы секьюрити, курсы по косметике и косметологии. Очень-очень много всего. Вы можете выбрать для себя что-то, что вам понравится. Но я думаю, большинство людей, которые приезжают сюда, они будут заинтересованы именно английским языком. Потому что даже если вы не хотите остаться по студенческой визе, вам необходим английский язык за бюджетные деньги. Это тот самый вариант. 40 долларов в семестр. Вы платите и учитесь. С вас практически ничего не спрашивают, когда вы хотите поступить. Вы приходите в колледж, вы приходите в школу, где вы хотите обучаться на момент вашего пребывания на территории Соединенных Штатов. Приходите и даете им свои документы. Не важно, у вас местный ID, паспорт ваш национальный другой страны. То есть вы не являетесь резидентом и гражданином Соединенных Штатов. Это не имеет особого значения. Вы оплачиваете 40 долларов. После этого вы проходите какие-то формальности, заполняете бумаги. И обязательно вам нужно пройти тестирование. Тестирование состоит из двух частей. Первая часть. Вы читаете те или иные вопросы и отвечаете на них. Вторая часть. Аудирование. Вопросы будут заданы в наушниках. И вы также должны ответить на каждый из этих вопросов. Не так много вариантов ответов. Всего лишь А, Б и С. Три варианта. Но из них нужно выбрать правильный. Для этого вам в любом случае нужно заниматься. Если у вас слишком маленький уровень, я не думаю, что это большая проблема. Вы подтянете. Вы наоборот начнете идти вверх, вверх и вверх. В тех классах, в которых начнете обучаться. И к концу обучения вы обязательно достигнете определенных результатов. И опять же, все это за не очень большие деньги. Ну ладно, сделаем небольшой перерыв и прошвырнемся по этой школе. Да. Вы можете сделать это в английском. Я стоп-то. Да, стоп-бай-стоп. Окей. Вы на vacation? Вы на vacation? Вы на vacation? Вы на стоп-каке? Да, стоп-каке. Окей. Саня-Иланд. Где вы от? Москва. Москва? Рассквей. Окей. вот так вот выглядит внутренний двор в этом здании располагаются школа и колледж спокойно тихо красиво правда мы пришли во внеучебные часы когда учатся в основном группы английского языка и сертификации на разные профессии как я говорил ранее здесь можно получить ту или иную профессию тренера медсестры специалиста по ногтевому сервису и еще порядка пяти-шести профессий что-то похожее на наши пту технические образования то что вы можете получить за короткий срок и сразу выходить на работу также здесь меня очень удивило что можно получить профессию security то есть для того чтобы быть охранником вам нужно обучаться соединенных штатах все не так просто и сертифицироваться без сертификации вас не возьмут на работу друзья немножечко отвлечемся от темы для чего нужен английский язык в современном мире я в свое время как некоторые из вас думал что вполне возможно если я нахожусь нахожусь в стране проживания в той в которой я родился английский мне возможно не сильно понадобится но современный современный мир подвержен глобализации многие устройства располагают себе разные алгоритмы которые пишутся только на английском языке если вы хотите путешествовать это тот язык на котором вы хотите вы сможете разговаривать с окружающими вас людьми конечно не во всех странах чем больше вы знаете языков тем будет лучше но все же знание английского языка поможет вам найти работу в любой стран которую вы выберете для проживания это поможет вам в путешествиях это поможет вам коммуницировать с окружающими людьми в конце концов это поможет вам читать литературу на английском языке а литературу на английском языке на определенное количество томов страниц и букв больше, чем на русском. Если вы освоите, конечно же, еще испанский, французский, немецкий, это будет вообще великолепно, вы сможете познавать практически весь мир. Но английский прибавит вам очень-очень много. В путешествиях, когда вы едете в ту или иную страну в большинстве стран, даже если мы возьмем азиатский регион, правда я не говорю про Бразилию, в Бразилии практически никто не разговаривает на английском, это маленький лайфхак от меня, поэтому учите португальский, если вы летите в Рио-де-Жанейро. Так вот, если вы летите практически в любую из стран мира, с вами там смогут поговорить на английском языке. К примеру, в Кении и Танзании английский является вторым государственным языком и, казалось бы, африканские государства, но в них вы сможете разговаривать на английском языке, потому что люди, которые в них проживают и закончили минимальное образование 7-8 классов, смогут с вами разговаривать на английском языке, если вы его знаете, если вы его не знаете, то вы не знаете ни родного языка тех граждан, которые проживают на территории этих стран, и не знаете английского языка, вы сможете общаться только жестами, но согласитесь, мир эволюционирует и нам не пристало общаться с жестами, поэтому мы должны немножечко расти, расти и идти вперед. Ну что же, поехали дальше! Мои первые дни в классе. В reconocим верхом языке, почитыв wells, смазывается integral от имеет кончика реализации по российские страны, упомякните игрушку, при использовании There's no specificity here, okay? Very good, very good, Mr. Сентилло. Okay, one more. So I would like to know each of you. Let's do brief, because we just have one hour. I would like to know your name, your last name, where are you from, what do you like? If you like, like, whatever. I like to, I was a doctor in my country, or I was a technician, or I was working on the construction, I like to manage whatever I like, health services, I like accountability, whatever you think you like. Вот так вот в тестовом режиме проходит все обучение. Оно постоянно чередуется и меняются методики. После того, как вы сдали тестирование, вас распределяют по классам. В этих классах вы начинаете обучаться. Обучение не очень сложное. Вы сразу начнете вникать. Эта система разработана специально для тех людей, кто не является носителями английского языка. Люди приезжают как с образованием с внутренним, в той стране, в которой они находились, так и без образования вообще, даже без начального образования. Есть люди, которые не учились ни одного дня, которые не прошли даже трех классов образования. И эта система обучения английскому языку вытаскивает даже с самых-самых низов. Не бойтесь, не бойтесь, идите и занимайтесь. После того, как вы сдали тестирование, начали обучение, вы можете собрать пакет документов. Собрать пакет документов отсюда об обучении, о том, что вы заключили договоры, начинаете это обучение и продолжаете его. Помимо всего прочего, вы должны будете собрать те документы, которые будут необходимы для подачи на визу. Там целый пакет, по нему мы поговорим отдельно в одной из следующих серий. И все эти документы отправить на пересмотрение статуса визы. Если вы приехали сюда, к примеру, по рабочей, по туристической визе, вы можете сменить ее статус на студенческую, потому что эти курсы идут 9 месяцев. 9 месяцев это то время, на которое вы можете остаться на территории Соединенных Штатов. Скорее всего, визу вам выдадут на год, на два или на три пребывания на территории Соединенных Штатов. В зависимости от того, кто будет рассматривать в консульстве вашу заявку. Обязательно, если вы решили это делать, то старайтесь не медлить. Консультируйтесь с опытными людьми, которые подскажут, как грамотно заполнить заявку, куда ее нужно передать и в какие сроки это желательно сделать. Потому что обычно по туристической визе пребывание на территории Соединенных Штатов не более 6 месяцев. Если вы просрочите это пребывание, то вы будете больше не въездным человеком на территории Соединенных Штатов. Я хочу вам сказать, что это один из лучших вариантов, по которому вы можете получить студенческую визу на территории Соединенных Штатов. Ну что же, я надеюсь, я рассказал вам как можно больше. И в дальнейших видео я постараюсь немножечко прибавить к этой теме, постараться ее раскрыть чуть глубже. Потому что свое обучение на этих курсах я только начал. Мне очень интересно. Я чувствую себя юным школьником. Как когда-то, много-много лет назад, я начинал свое обучение в первом классе. Я желаю всем как можно больше здоровья, путешествий. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!